твои слова водиться так не годится всем привет все те кто хотел мне что-то написать и сказать вы можете сделать это прямо сейчас высер на сиськи давайте поехали мои хорошие так кто кто тут у нас давайте давайте я прям жду ваших комментариев по поводу моего поступка великолепнейшего просто восхитительного господи всем привет 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 так ладно вас уже набралось 15 человек поэтому я думаю могу начать короче мы же с сиськами ребят серьезно вы думаете что вы такие написали него отвисшие бидоны еще что-то я такая сразу пошла заплакала нет ребят так не будет как бы я же знала на что шла типа для меня это не было неожиданностью то что вот и покажу сиськи и такой тип потом вот эта реакция нет естественно нет ребят я это сделала и опять-таки повторю ради манифеста то есть меня очень убивают люди которые смотрят и такие только увидели в этом только грудь только грудь ну серьезно ребят в этом было не величайше это был реально же это протест мнению общества то есть серьезно ребят я действительно хочу сделать себе грудь может подтяжку там или что-то еще я хочу там может татуаж бровей сделать но не татуаж как-то фигня называется модная господи как это забыла не суть пернаментный макияж вот а но при этом при всем я люблю себя сейчас люблю себя сейчас просто знаете я вот и ребятам объясняла то что главное это у меня просто найти как раньше в голове было вот начну с этого у меня раньше было в голове когда я была в школе немного запомплексована у меня было вот наверное похудея до 50 килограмм и тогда полюблю себе нет ребят так не работает надо любить себя на протяжении всего своего пути похудения пути изменения чтобы любить себя каждой клеточкой тела каждую секунду ребят и кайфовать от тебя потому что знаете на самом деле вот вижу в американских фильмах вот эти вот женщины полные черные но они такие типа бичи сучки вы все за мной идете и ты пойдешь за этой черной женщины потому что она так уверенно в себе так себя подает что просто невероятно вот а то что вот эти вот какие-то худышки иногда бывают у них комплексов намного больше чем у меня я вам отвечаю тут разговариваю да и на доме 2 ребят я не сплю этот разговариваю с некоторыми девчонками у них реально комплексов больше чем у меня и я такая типа и вы меня профините за второго подбородка серьезно ребята и даже свой подбородочек люблю все свои целлюлитинки потому что они мои но при этом не всем я не говорю то что типа надо забить на это то есть и не пропагандирую бодипозитиву как лень нет это не так и пропагандирую бодипозитив чтобы принять себя любить себя а потом уже изменять если действительно этого хочется ни в коем случае не пропагандирую ведь серьезно ребят я хожу тоже так же в зал занимаюсь спортом типа чтобы сергеевна как-то я шикарно рассказываю про сиськи свои вот я также хожу зал типа чтобы мне не было одышки как бы это нормально всем привет давайте свои вопросы пацаны и девчонки а кстати на самом деле знаете в чем моя может некая слабость типа вы знаете фразу кто владеет информацией тот владеет миром и вот из-за того что не владела информацией насчет кобелева который вы мне написали типа в комментарии и насчет и барова я не смогла им грамотно как бы ответить там условно да но теперь когда вы мне скидываете такое я такая типа и эти люди мне что-то говорили серьезно или же внимание не обращаю честно вот это вот то что вот кидаются какая-то камни в мой огород я знаете как дело он теперь кидает камень и как волейболе это обратно нет надо извините за мат так что то вы мне пишете уже катя с пашей помирились пока что нет но ребята не все будет хорошо как тебе на доме 2 мне очень тут нравится сейчас выйдет такие эфиры ребята вы просто будете в восторге надеюсь вы вместе со мной порадуетесь потому что я очень счастлива и прожила эту неделю прям максимально с твоей энергетикой ты возьмешь свое нельзя любить только одну грудь или одни глаза все остальное не любить тебя полю за то что ты такая классная спасибо я и правда очень классная настроение улыбаться просто ребят ой варианты худеешь а да да но я стараюсь следить за своим питанием потому что немного тут кожи за постоянное нанесение косметики кстати сейчас и без косметики она немного ухудшается и просто действительно хочу избавиться там от отбышки то же самое вот поэтому я хожу зал и медно худеет для себя баба говорит что ты нравишься ей говорит красотка и позитив спасибо большое с твоей женщине это же сейчас не узнаешь что можете за скрине тем кому надо сердечко от ульяны всем приветики пистолетики ульян лучше как пришла на проект моя крашиха спасибо как-то я сделал тебе больные покинула чат 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 так ульян кристина и жене помирились я считаю что они дурачи и они не будут вместе и вообще им не стоит тянуть вот это вот кота за яйца и надо им расставаться и вообще переключаться на других то что они это жду понедельник ага нас ждите понедельник я прям сейчас могу написать или сохранить для тебя интригу потому что так я спокойно ребята я не могу вам рассказать что происходило за эту неделю пожалуйста смотрите эти эфиры потому что я там невероятно счастливая просто но это видно сейчас по моему лицу наверно неделя супер прошло так эфир с голосованием идет сейчас уже не переживаю знаю что данном проекте для я спалила все контора ну ладно естественно куда я уйду собственно ребята должна быть хотя бы одна полная девушка чтобы как бы затмевать своей красотой как бы дощечек да я шучу где катя скалом я не знаю спит наверное бред какой-то зачем тебе худеть тебе это навязали нет нет ребят серьезно я для себя реально хочу похудеть вот ну потому что когда например танцую и люблю танцевать и понимаю что не происходит это некая одышка периодически это все равно связано как бы с лишним весом то есть я хочу его немного убрать а то есть знаете у меня нет цели там типа вот я сейчас вешу 85 там условно да у меня нет цели типа 50 килограмм нет у меня есть цель просто чувствовать себя каждый день лучше просыпаться каждый день с улыбкой и кайфовать от спорта потому что равно когда ты переедаешь вот эти вот маковские биг маги ты как бы его поел тебе хорошо а потом стоишь и такой пойду картошки еще закажу этот какой-то ми ходу еще на проекте не ходу или чка здесь красотка на мое знаю cheebly ну хочу посмотреть сам будет просто классная неделя почему женская стима расстались если шанс что они померятся они идиоты они-то расстаются тасходятся и знаете это одна из тех историк когда типа поры okay все мы расстались все мы мне больше не нужен. Она мне больше не нужна. И ты такой, да-да-да. Лапшу такой с ушей. Ага, понятно, ребят. Даже уже неинтересно, честно. Неинтересно обсуждать. Пьяная спит? Какая пьяная? Какая я пьяная. Всем привет. Кто вчера у вас дрался опять? О-о-о. Ребят, поэтому вам надо смотреть стори или эфиры, потому что такая ночь у нас недавно была там. Ух, закачаешься. С кем сейчас Кристина? Кристина сейчас одна. И как сказал этот Ромашов forever alone. Ну, Ромашов как бы не останется без чьей-нибудь вагийски. Это факт. Вы с певицей Маруф похожи. Она мне очень нравится. Мне, кстати, очень часто говорили, что я похожа на Маруф. Насколько ты похудела на проекте? С Пашей тренишь? На самом деле мы немного забросили тренировки с бабичем, потому что я немножечко ленивая. А так я похудела. Да хрен знает. Знаете, тут весы, они где-то непонятно где. Я к ним не подхожу. Я чувствую по своим ощущениям. То есть там, знаете, с утра встаю, не чувствую себя пухшей. Но мне кажется, по моим ощущениям, килограмм два сбросил. Хотя хрен его знает. Правда, что Федя ушел с одни? Ребята, где вообще нашли такую информацию? Это неправда. А у тебя негатив Кристине и Жене? Ну, как сказать, типа, на самом деле я Кристину немного не уважаю как женщину, потому что она постоянно вот это вот за Ромашовым бегает, что-то вот пытается, унижается. Ну, типа, серьезно? Ты прощаешь ему столько? Ну, камон, где хотя бы какая-то самооценка твоя? Ее нет, блядь. Она, извините за мат, она просто где-то вот умерла. Вот. А Женю я не уважаю тоже так же за то, что он, типа, не уважает женщин максимально. Ему вообще все равно. Ему, да, и любую вагину, он в нее засунет свой член. Ну, образно говоря, да? Может, не в любую, но в красивую так точно. И я не уважаю Женю, знаете, за что? Мне кажется, у него очень низкая самооценка, но он ее поднимает за счет того, что сколько у него количества женщин, как бы. Ну, это чисто мое мнение. Кадоне хочется пнуть. Если ты смотрел эфир 10 лет назад, он был влюблен в девушку Инну, да-да-да. Но он он был худышкой. Она была пышкой. Инна, да, я ему тоже это припоминала. И он такой, типа, вот, из-за того, что я его парафинила, она, типа, похудела, и вообще она была, типа, а-ля, то ли сильнее меня по характеру, то ли еще что-то. Я думаю, ну, Кадоне, ну, серьезно. Это так тупо. У телок есть синенькие после драки в среду? По-моему, есть у кого-то. Тихо на смеха дуй вместе. Да, конечно, они вместе. Волшебство уже было. Ульяна, есть идея? Собери небольшую группу, кто хочет меняться, худеть. Очень мотивирует хорошие результаты друг друга. Блин, хорошая идея, на самом деле. Я задумаюсь о ней. Так. Кажется, по эфирам Женя изменился. Ну, ребят, серьезно. Мужчина в 30 лет, как бы, я не думаю, что он изменится. Он изменится только если... Я не знаю. Просто, знаете, еще проблема девочек в том, что нам нравятся плохие мальчики, и нам кажется, реально нам кажется, что они с нами изменятся. Именно с нами они будут лучше себя вести, будут... Мы их одомашним, типа того. Но это не так, девчонки. Не надо вестись на самовлюбленных идиотов, серьезно. Ну, люди не меняются. Кардинально вообще никогда. Могут измениться какие-то привычки, там, повадки, но кардинально люди не меняются. Как относишься к Максу Моргену? Морген, типа, смешной, симпатичный чувак. Как бы, ну, я адекватно к нему расскажу. Так, передай привет Ксюше. Передам. Колесников уйдет к стэнсу. Не знаю, на самом деле, я за них немного переживаю, за Колесникова, но мне кажется, что ему лучше уйти за периметром, строить там свою жизнь. Как бы, как он сам решит, я не знаю. Супер Олег охуелся ванную среду. Супер Олег, у него сейчас вот болты просто вот такие вот, типа, у Супер Олега. Ульянка Доша специально провоцирует. Да я знаю, что он провоцирует мне на эмоции, еще он что-то провоцирует. Но, знаете, вот, как с Кадони. Вот, если я ему отвечаю на позитиве, если у меня хорошее настроение, мне вообще все равно, что он говорит. Я посмеялась и забыла. А когда, типа, я начинаю ему давать реакцию, как на ББ это слезы или какая-то агрессия, то я запоминаю как-то его слова, они как-то откладываются в моей душе. Ну, конечно, они потом вылетают, потому что, ну, типа, мне все равно. Но, ну, просто я не всегда в хорошем настроении, и, понятно, я не всегда могу отшучиваться. Так. Красотка, ты очень приятная девушка. Ты хочешь волосы нарастить? Я сейчас отращиваю свои волосы, но, как бы, знаете, вот на эту длину не нарастишь. Но я бы хотела нарастить, знаете, почему? Потому что сейчас зима, и, типа, шея холодно. Но мне идут длинные волосы, я знаю. У меня такое лицо, мне, блин, все идет. Как Майк не говорил, мне горшок на голову надень, и мне пойдет. Так. Ромашов в отношениях не изменяет. Ну, хорошо. Я не видела его прошлого отношения, столько я сужу по нарезкам, которые я видела, и мне не очень приятно на это смотреть, потому что я не уважаю мужчин, которые поднимают руку на женщин. И также женщин я уважаю, которые поднимают руку на мужчин, потому что, если у меня появится парень, я реально, вот когда, ну, мы будем с ним разговаривать о границах, я скажу то, что я не терплю, вообще не приемлю рукоприкладство. И также, типа, если я ударю, то я считаю, что меня можно там условно ебнуть в ответ. Потому что, если я поднимаю руку на мужчину, то я автоматически стремлюсь на его уровень. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Кристина и Джордан уже заселились пять раз. Нет. Привет, ты лучше скажи мне, пожалуйста, привет. Привет. Кстати, да, Ромашов в отношениях-то верный. Слава богу. Ульяна, если ему нравится участник в Кадоне, да, я так не знаю, он с ним особенно жестко. Да мы с Кадоней вне камеры разговаривали. Типа, я знаю, что он просто выводит меня на эмоции, чтобы я умела там грамотно отвечать за себя. И нормально, нормально все, бой. У тебя есть фотографии где-то с длинными волосами? У меня есть в профиле фотографии, где я вот так вот с каре. Поэтому я очень долго ходила. Сначала была брюнеткой. Да. И также блондинкой. Так что посмотрите. Привет, моя хорошая. Привет-привет всем. Посмотри фото твои с длинными волосами. Мне кажется, со стрижкой ты интереснее. Что значит, если? Конечно, у меня появится парень, ребят. Я же такая классная, господи. Много у вас было на полу после драки. Честно вам скажу, когда посмотрите эфиры, я вообще не участвовала в этих драках. Вот серьезно, знаете, я всем когда говорю, типа то, что я там кикбоксингом как бы занималась, я такая девочка, сама могу за себя постоять, но я ни в одной драке не участвовала. Ну, типа там с этой склавой, там была потасовка такая, я просто ее... Ну, как бы это была не драка, я считаю. И с Мадану у меня тогда в начале проекта, она просто мне схватила за горло, а я тут постояла. У меня вообще ни одной драки не было. И даже когда драки тут случаются, и не знаю, я где угодно, но не в помещении, где случается драка. Я просто потом, знаете, прихожу в комнату, допустим, женскую, а все такие, типа, какие-то побитые, покоцанные, такая, типа, что случилось? Они такие, драка, я такая... Просто я максимально не за драки, ребят. Можно все решить вот этим вот местным ртом. Почему-то многие про него забывают, потому что, наверное, не хватает аргументов, чтобы ответить своему оппоненту, поэтому люди начинают драться. Поэтому можно почитать как бы книги, чтобы быть умным, эрудированным человеком, и мы не лезть в драки. Вы так думаете, ребят? Ставьте сердечки, если вы так думаете тоже. Морген ведет тебя не лучше Ромашова, а к нему хорошо относишься. Нет. Смотрите, в чем проблема. Морген ни одной девочке ничего не обещает. Он просто там, типа, прямо говорит, типа, ну, у нас с тобой, возможно, ничего не будет. Он ничего вообще, никаких обещаний не дает, ложных надежд. Типа, он сразу говорит, типа, ну, я просто тебя трахну там условно, и все. Он по факту говорит о Ромашов. Он играется, то есть он дает всяким девочкам надежды на продолжение и так далее. И вот. Вот вам и ответ. Так. Уля, люблю тебя. Спасибо. Так. Цвет глаз у тебя красивый. Спасибо большое. О, у меня даже камера так приблизила. Так. Ты любишь читать? Да, я люблю читать книжки, но в последнее время тут на Доме-2 из-за... Раз, два, три. Из-за бешеного ритма я немного это забросила. Хочу-хочу возобновить, потому что я думаю, что уже я начинаю немного деградировать без книг. Вот. Кстати, ребята, если вы мне посоветуйте какую-нибудь литературу психологическую, я буду очень счастлива. Спасибо вам большое. Всем, кто мне пишет в Директ, я всех читаю. Просто не всем есть возможность ответить, как бы, ребят. Поэтому сори. Но я могу какие-то голосовыми вам поотвечать, если вы не против. Просто реально не всегда хватает времени, потому что там, знаете, с мамочкой надо созвониться, с папулей, с братишкой, там, с бабулей, с друзьями. Поэтому сори, ребят. Так. А не давать обещания это не давать надежду? Нет. Он... Да он прямо говорит, что он с девчонками не будет. То есть, поэтому... Что думаешь о Паше Бабиче? Паша Бабич, на самом деле, он очень клёвый парень. Его мировоззрение, его позиция схожа, как бы, с моим отцом, честно. И когда... Мы раньше просто с отцом немного конфликтовали, потому что у нас мировоззрение разное, и я вообще его не понимала. И поэтому сначала я не понимала Пашу. Но так как у нас сейчас с отцом в последние годы вообще идеальные отношения, я начала понимать Павла Бабича, его позицию. Но в некоторой степени он жёсток, и можно идти на компромиссы в этом. Ну, я считаю, что он неправильно себя ведёт. А так, в целом, он адекватный, хороший мужчина, правда. То есть, я... Мы очень хорошо с Пашей общаемся, и мне действительно нравится этот человек. Так. Ульяна, почему ты не показываешь интимные места? Аня, почему ты показываешь интимные места? Какое интимное место, прости, Господи, я показала. Заклеенные сосочки? Вот это оголённое тельцо моё? Почему вы не задаёте такие вопросы бабам, которые в Инстаграм выставляют фотки, блядь, в бикини, извините меня? Когда у них вот так вот просто одним вот этим треугольничком прикрыт сосок? Это нормально. Когда выставляют девчонки свою жопу в стрингах? Это нормально, но зато, когда Ульяна выступила с манифестом о том, что надо любить себя таким, каким ты есть, Ульяна показала интимные места. Лэ, логика. Эх. Ай. Так. Доброе, красивое, с юмором, девушка, спасибо. А ты прям мими-ми-ми, у тебя будет самый обалденный парень. Давайте я в ведущий дом 2 вместо спирта. Давайте. Я, да, буду ведущей, буду приходить, такая, знаете, как вот... Смотрите мультик Шрек. Он сначала там, короче, в мультике такой выходит из толчка, типа, вышибает дверь ногой и такой... Somebody wants to tell me the world is gonna roll me. Вот это я. Буду приходить, такая, так, ну-ка, сейчас решаем проблему на лобном. Неинтересно, скучная тема. Тема высосанная из пальца. Ребят, чего я сюда приехала? Какое пиво ты любишь? Хороший вопрос. Я люблю светлое, нефильтрованное или какое-нибудь, знаете, типа... Как это, господи, клубничное. Или с какой-нибудь кислинкой. Обожаю пивас. Обожаю пивас. Как ты относишься к Марсе? Она иногда себя странно ведет. К мусяги. Ну, мы с ней очень хорошо, правда, тоже общаемся. Некоторые поступки я осуждаю, порицаю. Я к ней подхожу. Говорю, что в этом случае она поступила неправильно. Но в целом, я просто считаю, что у нее проблемы есть психологические. Их надо решать. И она сейчас приходит к этому осознанию. То, что действительно у нее есть проблемы. И это не норма, что она иногда делает. И я рада за нее и за этого. У меня такой красный нос, как будто бы я пила. Но, ребята, я не пила. Просто холодно. Ответь мне лично. Ты мне друг? Девчонка, я тебя не знаю. Какой я могу быть друг? Нравится в тебе, что ты простая? Я отвечаю на все вопросы, не то, что колхозник. А колхозник не отвечает разве на все вопросы? Мне кажется, колхозник тоже достаточно простой. Так. Вы, читая ваши комментарии, вы так мне тепло отзываетесь, так круто. Пашка очень крутой мужик, согласна. Ты какими танцами занималась? Ребята, честно, я не занималась никакими танцами. Но как-то в классе 10, наверное, мы напились с ребятами, с дружочками, пирожочками. Я что-то начала под музыку. Типа я туда-сюда. И мне такие, типа, блин, классно двигаешься. Типа есть пластика. Я такая, о, круто. И впоследствии я как-то начала танцевать. Потом просто какие-то видеоуроки в ютубе находила. Ну, и танцевала. Поэтому вот так вот. Типа я никогда целенаправленно не занималась танцами. Так. А Маша эскорт еще на проекте. Да, Машка эскортница здесь. Так, 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 так. Ваши эти вопросы еще какие-нибудь. Ты видела коммент с Сашей про твой перформанс? Саши черно? Нет, не видела. Напишите, пожалуйста, какой комментарий она оставила. Даже не реагирую на этих моралистов. Знаете, у этих моралистов оказывается столько вот скрытого, которого я не знала. Ну, точнее, не скрытого, а того, чего я не знала. Поэтому сейчас я уже, блядь, такая... Ребят, серьезно, серьезно. Так. А правда пишут, что Кристина покинула проект в новостях? Пишут. Я не знаю, не видела. Зачем ты со Шреком сравниваешь? Прекрати, ты умная девчонка, красивая. Шрек, вообще-то, потрясающий, ребят, мультик. Он поднимает темы... Ну, я же в прямом эфире, я могу об этом говорить. Темы, допустим, неравенства. То есть, знаете, вот это вот как бы осел и дракониха. Типа они абсолютно разные. Серьезно, дракониха и осел. Типа они все равно полюбили друг друга, это круто. Шрек, вообще, мультик, то, что не про внешность, серьезно. Типа Шрека считали таким уродивым и так далее. А в итоге что? У него прекрасная любовь, отличные дети. И вот так вот все заебумба у него в жизни. Поэтому я обожаю мультик с Шрек. Он реально учит, как бы, не смотреть на внешность. Внешность важна в любом случае. Ну, как бы, знаете, как я всегда говорила? Даже если ко мне там придет, условно, какой-нибудь парень, такой низкий, какой-нибудь уродливый, такой, типа, не бей, не мей, не кукареку. Нет. По внешности, да, не бей, не кукареку, но при этом он будет брать харизмой, какой-то своим внутренним напором. Естественно, как бы, я буду с этим человеком, если он меня зацепит своим, ну, нутром. То есть, может, внешне я не сразу не обращу на него внимание, но если по общению зацепит, то да, да, конечно. У тебя с ораторским искусством все в порядке, в качестве ведущей была бы хороша. Спасибо. Жалко Артура, сейчас смотрю голосование. Артур, на самом деле, у него были некоторые проблемы за периметром, поэтому он, ну, он был не против ухода, и я надеюсь, сейчас у Артура все нормализуется, будет все лучше, хорошо. И Артур, знаете, у него есть небольшая такая проблема. Он не мог, не смог раскрыться до конца на проекте. То есть, он какие-то истории рассказывал, что с ним творилось за периметре, это прям вау. А, ну, на проекте я такая, типа, думает, что ты такого ни разу не делал. То есть, он не смог раскрыться под камерами. Ульяна Барышев ушел с проекта? Нет, он скоро вернется. Знаешь, в чем твоя ошибка с поведением и минус твоего перформанса? В том, что отталкивает мужчин, ты такая веселушка, но не вижу в себе нежную, хрупкую девушку. Я не знаю, типа, почему вы не видите, я в себе нахожу эту девушку, поэтому... Ульяна ВКонтакте нет тебя, я есть ВКонтакте. О, Сашка, привет, привет. Так, почему у тебя глазки заплаканные? Не заплаканная, просто, может, не выспалась. О, ну все, началось. Пока, я курю. Да что, я на все отвечаю-то? Артур должен что? Артур должен что? Артура кто? Да сейчас. Артур иммунитет. Да, огромный иммунитет. Артур должен был уйти, у него проблемы в семье, давно писали, ни хрена не знаете, нахрен смотрите. У меня? Да не у тебя, Кулакова. А это у меня. Здрасте всем, подбишемся. Парни на проекте все какие-то вялые, мягкотелые, тоскливые, это факт. Сыр, вы же уроните, а я... Это факт. А я, алло, вы же забыли? Мэр, привет. Мэр, самый главный, как Оля Бузова пишет. Тухлятина. Песахара. Пусть уйдет колхозник. Не, я никого не уйду, мы его на периметре находимся. А я согласна. С чем? Да я шучу. Ну, бишь, привет. Привет. Привет это мне, скорее всего, пишет. Иди гуляй, сама гуляй. Ну, реально... Хорошенький, а? Спасибо. Реально, подписчики, на самом деле, Артур очень клевый чувак, и я надеюсь, к нему придет достойная девушка, и будут какие-то яркие отношения. Смотри, смотри на ее взгляд. Переделать шоканье-хэканье. Но, как бы, такая девушка уже есть на проекте. Маша, возвращайся. Я шо сделал? Ты похожа на пумбу, такая прикольная, не знаю, класс, я пумба. Мэр, исключение, спасибо большое, дай богу, всем здоровья. Мэр во всех эфирах. Аганес, Аганес, приходи жанры на ББ, Аганес. В смысле во всех эфирах? Как это шалава эфирная. Там я был бы только сам. Сюда иди. Давай, Машка. Ты шо, попутала? Маша Ли возмутилась, что я сказала про девушку для Артура, потому что Маша Ли испытывает симпатию к Артуре Николаевичу. И она взаимная, кстати. Кто придет к Артуре? А Маша Ли... О, Маша Ли будет с Артуром. Аганес, ну давай, не подавляй. Да по-любому. Мэр, гуляй с эфира. Заблокируй, пожалуйста, Машульку. Пока меня не было, тут было грустно. Сейчас будет вам весело. Ой, со мной и ребятам всегда весело. Где, дамочек, напротив, ты умненькая. Мэр, только не Маши. Почему? Почему, кстати? Они очень хорошо с Машкой смотрятся. Прям вообще... Супер сценку отыграл в роли Марси. А можете, пожалуйста, мне скинуть этот самый... В Директ ссылочку, пожалуйста. На эфир? Или на нарезку? На нарезку сделайте, пожалуйста. Продайте мне в Директ. Буду очень благодарен. На пол. Мэр, клевый парень. Спасибо большое. Ты что-то комплименты пришел как бы отыграть? Ну, аж уже нет. Так, давайте 60 людей, которые будут... 60 тысяч людей, и мы приемом посеян. А как же Мэр, они же сли обнимались. И шо? Мы дружим хорошо. А, с тобой? Да, мы только друзья. Мы с Ленкой очень хорошие друзья. Это хорошо. Конечно, после того, как он кинул меня посеян. Мэр опять... Подожди. Улита, идите от него. В эфире у Мадан тоже был успел... Я везде успел. Я работаю, потому что я... Я вот не как они просто создали там трансляцию, посидели. Я работаю. Я везде, видите? В эфира, везде. Подписчиков набирает он. Угу. А тебя, Ульянка, так долго мне придет. Извините меня. У меня публика зато живая. Уля, ты не... Я возле нее с тобой поверну. Я не отойду никуда. Ты клевая, но подумай над тем, как быть нежной девочкой для мужчины. Поучись у других девушек, ничего... Ульяна очень нежная девушка, поэтому посмотрите в понедельник в прямом эфире. Я думаю, все поймете. Иди гуля, потому что хочу с Улей эфир. И шо, за тверь мне все равно. Не, я про Машу с мэрой. Мэр с махой мне. То, что вы видели нарезку там вот где-то в баре. Извините, пожалуйста, давайте не будем. Подписалась. Спасибо. Вот, уже тебе один подписчик, извини меня. Как бы. Спасибо. Так, ладно. Я сейчас... А тут классно, спасибо большое. Как думаешь? Я думаю, что можно на этом что-то не будет. Шо-то, мне кажется, это будет. Ну, не будем загадывать, потому что... А ты с этим, с этим, как, с фильтром, да? Нет. Это нормально такое? Ну, потому что, как раз... Будет 60 человек, прыгните в бассейн. Будет 70, то я сейчас сам пойду прыгну в бассейн, реально. Будет 70 подписчиков, мэр сказал, прыгнет в бассейн. Набираем, набираем хотя бы. Осталось 14 человек, давайте, реально. Я уже с бухганбалом поспорил один раз, потому что... Давайте. Сниму штаны в этом. У-у-у, 61, блин. Если он прыгнет в бассейн, будет круто, ребят. Ну, кто уходит. Какой человек ушел? Еще 10 человек. Пожалуйста, не надо. Давайте, пожалуйста. Не надо. За 10 минут, если наберется 70 человек, вперед... Я глупость сказал. Нет, все, за слова надо отпечать. 58, нормально. Не наберется, что ли? 70. Сколько? Давай за 10 минут, если наберется, ты прыгнешь. А сколько нам наберется? 70? Да, 70. Сейчас, короче, час 28, 10 минут, и Артур прыгнет в бассейн, давайте. Ну, а что делать? Вы отлично, действительно, спасибо большое, потому что свет хороший. Подпишусь, спасибо. Да кому он нужен-то? Мадам, вот если я вам не нравлюсь, искренне, скажите, почему. Аргументируйте, пожалуйста. Что я сделал для вас не так? Что я перед вами... Что я сделал? Давайте, люди, набирайте, если хочу прыжок в бассейн от Артура Николычука. 90 человек, да, казалось бы, малышно? Мэр, давай-ка мне друзья. Погнали. Где, ВКонтакте? Давай будем друзья. А это, кстати, та девушка, которая сказала, типа, уходи с прямого эфира. А, глядь, ты крыса! Глядь, ты крыса какая! Вот так вот. Ну все, короче, наберется, люди, они все уходят из-за тебя. Пока тебя не было, они у меня набирались. Давайте 60, я прыгаю. 60, давайте, 60! И мэр прыгнет, пожалуйста, ребят, 55. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пожалуйста! Когда Паша вернется на проект? Хорошенький, спасибо большое. Вы такие все хорошие. На Мешку смотрят, когда берут на Дом 2. Нет, не смотрят. Посмотрите, у нас с Артуром. На мне что-то с ней тут не смотрят. Ты же уводи, ответь на меня. Какое неудивание. Я бы сейчас всех их бы кормил во дворе. Артур, твоя фамилия какая? Какая, кстати, у тебя фамилия? Артур Николаичук. А, она же настоящая. Артур Николаичук, настоящая фамилия. Артур Мэр. Давайте три человека, и мэр прыгнет, прыгнет. Ну, это не обидно. Лят и крыса. Есть такой мем. Посмотрите в интернете. Мемчик. Крыса. Бля, парень реально классный. Спасибо большое. Да, во всем вам здесь. Три человека, и он прыгнет, и он прыгнет. Три человека, я прыгаю в бассейн. Пожалуйста. Да что ж вы уходите так, господи? 55. Нормально. Нормально. Пацаны, вытягуйте меня. Видите, 59 выходим с эфира. Ну, ребята. Ну, так хочется, что Артур прыгнул в холодный бассейн. А бассейн реально сейчас холодный. А он не подогретый сейчас? По-моему, нет. Слышь мать. Нет, пара от него нет. Так что давай. Давай в друге. Какие друзья, ну что, дружить пришли? Почему мэр? Потому что мэр, это мэр. Как бы связи нужно иметь. Мэр Нижнегорского района. 60, все, видел 60. Идем прыгать в бассейн. 61. Бля. Побежали, побежали. Какой халат? Еее. 65, 66. Простынет же, жалко. Да не жалко его, что его жалеть? Я не видел, что мой бассейн подогрел. Уу. Знаете, чисто радио-лянкного контента. Спасибо, спасибо. Мне, кстати, написали, чтобы я потрогала тебя за штаны зачем-то. Потрогай. Сара, подыскивайся. Так. Так, так, так. А, не, подогретый бассейн. Давай, прыгаем. Прыжок, сальто, поворот. Бля, он нихуя не теплый. Ну, ты как бы обещал. Сейчас халат одену, можно? Халат? Ну, пойдем сюда кофе-то, мужскую покажешь, мужскую. Не охотно вообще плавать будете? Да, будем плавать, плавать. Сальтуху мэр тебе пишет. Конечно. Сальтуху, бомбочка сейчас понесется. Конечно. Микрофон, все нормально? Маша Липа дойдем, может, она со мной прыгнет? Не, давай, по-быстрому прыгни, мне идти надо. Кто там жрет? А, Женька Вармашов. Так, ну он ушел. Сейчас он вернется, и, короче, он прыгнет. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. А пока я вам станцую танец под названием «Ленивый танец», ждем мэра, ждем его прыжка в басик. Водичка холодная. Это очень круто. Попроси Артура яйцо побрить. Сейчас он вернется, я ему об этом обязательно передам. Спроси у Ромашова, чего у них с Крис. Ромашов, ты можешь ли мы в прямом эфире ответить, что у вас с Кристиной? Евгений Ромашов, здравствуйте, в нашей студии. Что у вас с Кристиной, Евгений, они задолбали меня с этими вопросами. С Кристиной у нас радиомолчание. Очень... Кто не знает, что это, да? Нет. Ну, загуглите. Короче, какими-то загадками болтает у нас Евгений Ромашов. Ну, это пустота, тишина, полное отсутствие чего-либо. Вот так вот высказал здесь Евгений Ромашов, что у них с Кристиной как бы ничего нет. Но, все, готов. Ну, давай быстрее, Артур. Нет, я не буду прыгать в бассейн ни при каких обстоятельствах, потому что я берегу свое женское здоровье, потому что меня уже просили прыгнуть в бассейн, а я отказалась, потому что могу что-то сделать другое. Давай, накидайте мне идеи, я что-нибудь сделаю. Ромашов, как относится к поцелую Криса с Джорданом? Я чуть не вырвала. Его чуть не вырвала, он говорит. Тебе нравится Захарьяш? Да, я обалдею от Захарьяша, я хочу быть с ним в отношениях, потому что он очень красивый парень, обожаю его, очень рада, что он вернулся. В скобочках нет. Ну, не знаю, мы с Захарьяшом не общаемся, типа, мне все равно, он живет там, я живу там, все нормально. Так, и правда ли, что Захарьяш слишком умный, как думаешь? Я не общалась с Захарьяшом, так тесно, я не знаю, умный он, не умный. Ну, вроде высказывают неплохие мнения, как бы. И потом холодно, блядь. Так, идет, идет зайка. Прыгай, прыгай, киска. Давай, давай, давай. Так. Ну, что ж. Как бы, собственно, покупаться-то надо перед сном, я считаю. А что про Башу Бабыча ответить? А вы мне еще раз спросите, пожалуйста, я отвечу. Пусть Артур покажет своего червяка, скомканного. Миг снял? Какой миг? Бля, еще не хочу кормить, реально. Давай, ты обещал. Сниму с самого клевого ракурса для вас. Спасательный круг готов. Да он плавать умеет, зачем ему спасательный круг? Кстати, сейчас, подожди, подожди. Прыгнул! Как водичка? Пизда холодная. Холодная? Пиздец. А ты можешь что-нибудь исполнить? А то что, только прыжок. Что исполнить? Ты кого-нибудь рассматриваешь на данный момент на проекте? Я нет. Холодно, мальчишки, холодно. Ты исполни трюк, гимнаст Артур Николайчук. Гимнаст Артур Николайчук в студии! Встречаем! Ого! Ого! Вот это вот говно! Ульяна, что ты имела в виду, когда говорила, что Артур Кулаков скучный? Ну, потому что он немного нудный и так далее. Но когда ты общаешься с ним не камера, он очень клёвый на самом деле. Аленка, я тоже столько о микрофоне переживаю. Не, микрофон Артур снял, он же не дурачок. Простынет Артур. Ну, его какой-нибудь девчонка-то согреет, я надеюсь. Артур, около тебя всё трётся, может, ты ему нравишься. Артур, я тебе нравлюсь, признайся. Да! Артур признался, что я ему нравлюсь. Давай покатайся на этом замечательном штучке, давай. Он холодно. Ну, давай, ну ты и так в холоде, катайся. Ну, давай прокрутить холодно. Давай, Артур сейчас полностью попривёт под водой, и мы проверим, насколько активно у него лёгкий, ведь он курильщик заядлый. Десять лет курит парень, смотрите. Раз, два, три, поплыл. Ой, что за рыба, что за рыба это? Под пыл, под клубничкой, под пиццей. Давай, плыви, плыви, детка. Оп, оп, ля, ля какой. Смотрите, такой выносливый парень Артур. Один и пропадает. Надо ему девчонку найти. Кто идеальная пара сейчас на проекте для него, как вы думаете? Ещё раз. Работаем, что делать? Работаем. Какой же он холодный, ульяна. Плывем обратно. Плывем обратно? Кто сосался на полу на дне рождения Кати Скалон? А, никто, по-моему, там не сосался. Ну, давай, повзаимодействуй с птичкой, у тебя же нет девчонки. Что? У тебя нет девчонки, повзаимодействуй с Пламинго. Сейчас ты её разведёшь, конечно. Конечно, конечно. Какой ты человек года? Покажи, какой ты качок, Артур. Ага, не то слово. Все видели шишечку Артура? Ой, Артур. Что ему сказали? А то этого не стоило. Что ему сказать? Я не знаю, зачем тебе нужно всё... Может, прыгни. Нет, ну не только не в холоде туда. Да давай, прыгай. Нет. Давай. Нет. Давай. Нет, всё же в холоде. Нижний Горск рулит! Нет! Грей его. Я не хочу его греть. Покажи мне людей. Каких людей? Давай свои сопли заснимем. Нет сопли, нет сопли. В душ отправляйте греть шишак. Всё, иди в душ, короче. А я заканчиваю прямой эфир, с вами было весело. Давайте, давайте завтра что-нибудь придумаем. Я выйду в прямой эфир, а вы мне какие-то задания накидайте. И Артура Николычукова. Ридумайте задания. Он же мало настрадался. Обязательно их выполню. Всё, всех любим. Целуем. Артур, какое питье я. Спасибо. Обнимаем, давайте. Всем пока. А, не, я в лес хожу. Всё, всех люблю. Спасибо. Слабо пойти за Хареша потрогать? Да. Ребята, знаете что, всё, завтра выхожу в прямой эфир. Завтра жду от вас интереснейших вопросов. Выйду где-то часа в 3-4, надеюсь, дня. Вот. И хочу от вас интересных вопросов, чтобы не просто как бы ходить и что-то самой такая типа, бля-бля-бля-бля, говорить. А чтобы вы поспрашивали действительно то, что вам интересно. Вот. Всё. Всем спокойной ночи. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч.